Здравствуйте, меня зовут Лымарий Алексей, я приветствую вас на своем YouTube-канале. И сегодня я вам покажу, как можно сделать MIDI-контроллер для эффекта вау, для виртуальных гитарных процессоров. Для того, чтобы сделать данный контроллер, будет использована прошивка, заранее написанная, ну и также необходимо будет использовать инструменты, такие как паяльник, ну и соответствующие расходники. Как это сделать, я вам покажу в дальнейшем. Данное устройство использует MIDI-интерфейс, и поэтому может быть использовано в любом виртуальном гитарном процессоре. Я, например, использую BiosFX, но вы можете использовать Amplitude, Revolver, Guitar Rig и тому подобное. И, естественно, можно использовать их не только в стендалон версии, а также в любом секвенсоре. Я работаю в секвенсоре Cubase, и в нем эта педаль спокойно работает. Теперь приступим непосредственно к тому, как ее можно изготовить. Собственно, давайте приступим непосредственно к изготовлению нашего MIDI-контроллера. Для этого нам понадобятся следующие компоненты, изображенные на экране. Нам понадобится Arduino Leonardo в количестве одной штуки, Switch 3PDT, который используется как футсвич в педалях, тоже в количестве одной штуки, и стереоджек типа MAMA в количестве одной штуки. Почему именно стереоджек? Потому что педаль экспрессии имеет на своем конце как раз-таки стереоджек, только типа PAPA. Вот. Прошу обратить на это внимание. Как отличить моноджек от стерео, если не знаете? У стерео у нас три текстолитовых плашки, то есть вот эти коричневые. В то время как у моноджек всего лишь две. Собственно, как только ваши компоненты будут готовы, вам необходимо будет все это припаять. Вот. Припаивается все достаточно просто. Каким образом? Ну, я буду показывать непосредственно в Paint, да? Вот. То есть нам необходимо будет припаять три контакта от кнопки PDT. Вот. Неважно какие. Можно боковые. Вот. Если вдруг у вас после этого не будет работать кнопка, значит вы просто перепутали вот эти контакты, грубо говоря, три штуки, и три штуки, которые выделены жирными точками. Вот. Такое бывает, если вы берете с Алиэкспресса, то велика вероятность того, что вы ошибетесь при первой пайке. Либо вам повезет. Вот. Собственно, как все припаивается? Крайние припаиваются к пяти вольтам. И к ГНД соответственно. Вот. А центральный припаивается у нас... Ну, в прошивке можно, насколько мне память не изменяет, подсоединить к восьмому, девятому или десятому. Но по умолчанию подключаем к девятому. Вот. То есть вот таким образом надо припаять. Вы можете припаивать как монтажные провода специально ардуиновские, но в любом случае к кнопке, то есть к свечу, вам придется припаиваться. Здесь их можно воткнуть. Я так и делал. Либо выпаять вот эти пластиковые пины и припаять непосредственно к самой плате для большей надежности. Вот. Ну и то, что нам осталось, это осталось припаять к, собственно, к плате Ардуино, припаять стереоджек. Каким образом он припаивается? Ну, естественно, припаиваемся мы к тем участкам, которые у нас предназначены для пайки, да? Вот, собственно. Ну и вот здесь вот ее не видно, да? Вот. Я его выделю тогда синим цветом, да, провода. Ну, даже не синим, наверное, зеленым, чтобы виднее было. Вот. Что мы припаиваем? Естественно, слив, он же GND, естественно, уходит у нас в GND, то есть в землю. Тип, он же LIFE, припаивается к 5 вольтам. На самом деле, можно припаивать к другим 5 вольтам, то есть вот здесь тоже есть 5 вольтовый и GND. Просто это нужно по инструкции от Ардуино посмотреть, к каким припаиваться. Вот. Либо все к одному, это не принципиально. Вот. Вот, собственно, что у нас еще останется? И останется у нас, собственно, силовой, ой, не силовой, а информационный провод. Вот, информационный провод мы припаиваем к А нулевому. То есть вот таким образом. Собственно, вот он весь процесс пайки. То есть достаточно шести проводов, вот, для того, чтобы все это работало и все это в дальнейшем послужило вам при вашей записи. После этого мы приступаем непосредственно к прошиванию нашей платы. Ну и теперь приступаем к следующему этапу. Как только вы все припаяли, вы подключаете к компьютеру вашего Ардуино при помощи микро-USB кабеля. Открываем прошивку. Ну и, естественно, подразумевается, что вы скачаете с официального сайта Ардуино IDE и откроете в ней эту прошивку. Что нужно делать дальше? Дальше мы будем работать с библиотекой midi-USB.h, поэтому ее необходимо скачать. Ее нужно скачать во вкладке инструменты и управлять библиотеками. Вот. Здесь будет глобальная база библиотек. Вам необходимо будет эта midi-USB. Вы находите ее, да? Давайте я прям напишу, да? Чтобы вам руками ее не устанавливать, ее можно из этой базы скачать. Собственно, вот она у нас есть, да? Я ее уже устанавливал. У вас будет кнопка установка, да? Вы выберете нужную актуальную версию, то есть 1.05. У меня, в принципе, 1.03 тоже работает. Я просто не обновлял. Вот. Можно нажать кнопку обновления. Она сейчас у меня обновится до последней. Вы выбираете 1.05 установка. По окончании установки вы можете проверить в вкладке «Установлено» все ваши библиотеки, да? Ну, в том числе и midi-USB-шная. Тут будет поболее установлено, да? Вот. И одна из них будет как раз midi-USB-шная. То есть, если пролистать, либо в поиске найти. Как только это все установится, да, это облегчит нам жизнь в дальнейшем. Данная библиотека работает только с нативным USB. Поэтому я вам сказал выбрать Arduino Leonardo. То есть, с Arduino Uno и с Arduino Nano такое не прокатит. Потому что там USB реализован через программатор. Здесь же USB нативный. То есть, реализован непосредственно на контроллере. Собственно, как только вы установите. Закрываем. Ну и теперь, что осталось сделать? Осталось выбрать нашу Arduino, да? То есть, плату Arduino мы выбираем Leonardo. Вот. И порт, собственно, он подписан уже, да? То есть, у меня на пятом, у вас может быть на другом. То есть, там, где у нас Леонард. Вот. То есть, после этого у нас здесь высветится, что это Леонардо на пятом порте, да? Естественно, проверяем этой кнопкой. Вот. Ну, по идее, сейчас никаких ошибок не должно быть. Вот. Как только оно проверится, здесь будет вот компиляция завершена. Это значит, что он спокойно скинется. И после этого вы нажимаете на кнопку загрузка. После этого ваша прошивка успешно загрузится. Вот. И здесь будет вместо компиляции завершена, написано загрузка завершена. На этом этап прошивки заканчивается. Остался только этап тестирования непосредственно. А тестирование мы будем заниматься на примере BiasFX. Потому что, ну, я с ним работаю, мне удобнее объяснить на нем. Ну, и теперь приступаем непосредственно к самому тестированию. Вот. У меня сейчас заранее подключена плата Arduino через USB порт. И подключена педаль экспрессии к этой плате, да? Непосредственно через стерео джек, который мы ранее припаяли. Ну, в BIOS, ну, или BIOS, это делается все предельно просто. Мы заходим в Audio Settings, и здесь у нас появляется MIDI Input. Вот. Он прям называется Arduino Leonardo. Мы его выбираем. И теперь им, ну, с ним можно работать. Ну, в качестве примера тут стандартный пресет, да? Давайте добавим в него, предположим, Pitch Shifter. Вот он. Добавляется он, насколько мне память не изменяет, прям в самое начало. И теперь нам необходимо выставить нужную нам категорию. Ну, давайте мы сделаем тип. Это повышение на октаву. Вот. И теперь нам необходимо ему задать какие-то значения. Какие значения нам необходимо задавать? Это было прописано на самом деле в прошивке. Насколько мне не изменяет память? Вот. Опять-таки, что нам нужно? Нам нужно управлять педалькой и включением-выключением, да? Вот. Ну, к примеру. То есть, сама педаль, по-моему, свитч, у нас должен подключаться к тоггл. Лучше не нажимать Learn, потому что педаль у нас подключена. Он сейчас сразу ее подхватит. Вот. Поэтому CC-код, ну, или CC-код, именно для свитча, поскольку мы подключили его в девятый, там 90. И сама педаль у нас подцеплена на одиннадцатый сигнал. После этого мы нажимаем Да, мы проверяем. Вот. Сейчас я нажимаю на педаль экспрессии. Вот. И она ходит ходуном туда-сюда, да? Вот. То есть, в принципе, единственное, что необходимо будет, поскольку MIDI-контроллер обрабатывает информацию с определенной дискретностью, у вас не получится буквально за маленькие доли секунды, то есть за 100 миллисекунд, отправить сигнал и вернуть его. То есть нельзя будет резко вот так вот очень-очень быстро нажать педаль. Но примерно за 200-400 миллисекунд нажатия он спокойно справляется. Ну и для того, чтобы отключать педаль, у нас есть свитч. Вот. Я нажал на свитч. Вот. Она отключилась. Нажал, подключилась. Опять нажал, отключилась. И подключилась. Да, иногда может возникать какая-то помеха. Вот. Но она не зависит от прошивки. Она зависит именно от качества пайки. Поэтому я и рекомендовал все припаивать, а не делать на пинах непосредственно самой Ардуино, которые там встроены, эти пластиковые. Вот. Ну, собственно, все таким же образом абсолютно. Можно управлять даже какой-нибудь простой педалью, да. То есть также правой кнопкой медиа автоматизация. Я ставлю тоггл на 90. И таким образом даже без педали экспрессии могу просто включать и выключать ее. Вот. Ну и таким же образом я могу подключать и вах педаль. Ну, или квакушка, или вау-педаль. Кто как называет. Вот. Единственное, что я не помню, где она здесь находится. По-моему, здесь, да, вот она. Абсолютно таким же способом. Вот. То есть правой кнопкой. Тут даже два состояния. Это то, что как раз вам нужно. 90 и 11. Нажимаем Done. Квакушка работает. Это я экспрессион педаль сейчас нажимаю. И вкл-выкл тоже работает. Если вам понадобится несколько свитчей, то есть, грубо говоря, три ПДТ-кнопок, то прошивка рассчитана на три кнопки на самом деле. То есть вы можете сделать не одну кнопку, как я это сделал, а три. Куда эти кнопки подключать, спросите вы. Нужно подключать их, если мы припаивали к девятому, у вас есть возможность подключить их к восьмому, ну, другую кнопку, и к десятому, соответственно. И когда вы будете обращаться, то вы будете обращаться к восьмидесятому, девяностому и сотому, соответственно. То есть вот здесь вот, чтобы обратиться к кнопке, которая на девятом пене, это девяносто, к кнопке, которую вы, если захотите припаять, припаяете к восьмому, это восемьдесят, и к десятом, соответственно, сто. То есть ничего сложного нет. Вах-педаль при этом все еще остается на одиннадцатом. Вот, в прошивке не предусмотрено использование нескольких педалей экспрессии. Но весь код там комментирован, и поэтому вы можете по комментариям просто скопировать фрагмент кода для того, чтобы, например, подключать вторую педаль экспрессии, если вам необходимо. Вот, ну, на этом все. Я надеюсь, вам понравился данный видеоурок. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вся информация будет дана в комментариях, не в комментариях, а в описании видео. Вот, собственно, там будет и прошивка. Вот, ее вы спокойно скачаете и прошьете ей свою ардуино, которую вы будете использовать в качестве миди-контроллера. Надеюсь, вам был полезен этот урок. Всего доброго. Удачи в ваших начинаниях. Спасибо.